Первые весенние призывники готовятся к марафону по врачам. Перед заключением медицинской комиссии необходимо пройти 13 кабинетов. В общем, в строю 19-летний Артём Дулян. В армию его призвали после колледжа, но после медосмотра оказалось, что здоровье подкачало. Не повезло мне в этот раз, немного приболел. Это с поясницей проблема. Обследование пройду, потом может быть повторно медосмотр. Если буду войден, то войду. Одним из обязательных критериев годности к воинской службе является отсутствие наркозависимости. С 2012 года призывников в военкоматах проверяют с помощью специальных тестов. Принцип их действия во многом схож с тестом на беременность. Только индикаторных полосок пять, каждая на определенный вид наркотиков. В течение нескольких минут тест показывает результат, точный практически на 100%. Если наркотики содержатся в организме, то появляется на фоне вот в этих окошечках одна полоска. Ну, какой вид мы обнаруживаем наркотика? Одна полоска в тестовой зоне. А если наркотики не обнаружены, то две полоски и в тестовой, и в контрольной зоне. Поэтому этот результат две полоски означает, наркотик не выявлен. То есть результат отрицательный, наркотик не выявлен. Если одна полоска, результат положительный на наркотике, наркотик выявлен. Как сообщили члены призывной комиссии, в нашей области с самого начала использования наркотеста призывников, принимавших наркотики, выявлено не было. В Актюбинской области планируется призывать на срочную воинскую службу около 900 человек. Это в части Министерства обороны Республики Казахстан, пограничную службу Республики Казахстан, также Национальную гвардию Министерства внутренних дел и службу государственной охраны Республики Казахстан. По словам сотрудников военкомата, в прошлом году от Министерства обороны они получили благодарственное письмо за отличную подготовку актюбинских призывников. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».